Всем привет, как всегда актуальные новости, заваривайте чаек, ну а я буду потихонечку начинать. На рынке криптовалют не происходит абсолютно ничего интересного, стоим в накоплении, примерно в таком же как и в начале июля 2021 года, и знаете, возможно совсем скоро мы увидим такую же картину. По сути вот этого пролива не должно было быть, но Таралуна чуть-чуть поменяла планы. По идее мы как стояли в консолидации, так и должны были стоять еще долгое время. Но из-за того, что Доквон начал сливать свои битки для восстановления и поддержания самой Луны, теперь нам необходимо восстановить те убытки, которые мы приобрели вот в этом проливе. То есть в консолидации будем стоять плюс-минус 2 месяца. Это был обычный черный лебедь, к которому никто не был готов. Самое главное, что вы сейчас можете сделать, это держать ранее купленные активы, ни в коем случае не выходить в минус. На самом деле и в ноль нет смысла выходить. За вчерашние сутки было выбрито лонгистов на сумму 370 миллионов долларов и шортистов на 96 миллионов долларов. Сегодня лонгистов было выбрито уже на 40 миллионов долларов и шортистов на 13 миллионов долларов. С одной стороны кажется, что лонги уже превосходят. Но за последние 24 часа у нас произошел рост по шортам плюс 13% по биткоину, а также увеличение лонгов по лайткоину более чем на 5%. По задкэшу увеличение шортов почти на 7%, по йоте сделки на шорт позиции увеличились на 12.5%, по EOS на 5.6%, а по Ripple XRP все удачно сбрито. Минус 15% шорты и минус 13.3% лонги. Так вот, все перечисленное, конечно же, будут сбривать. Для китов это легкие деньги. Но я не думаю, что на протяжении этого месяца мы выйдем за отметки с 28 тысяч долларов до 31. Будут держать консолидации, выбривать лонгистов, потом шортистов и пам, как будет всегда неожиданный. Восстановление прошлого флета однозначно будет, это только вопрос времени. Поэтому не суетимся, пока дают возможность закупаться активами. На таком дне закупаемся, дадут цены ниже, будем закупаться дальше и усредняться. Если что-то начал делать, нужно довести до конца. Альткоин сегодня покупать довольно опасно, их довольно сильно сливают. Все папки на крипту потратил, да, скажи? Лучше б корма купил мне. Да, как вот о чем я. Альткоины сейчас дико сливают, поэтому ничего не остается, как покупать собственно сам биткоин. За него я уверен на 100%. Ранее купленные активы не продаю, держу. Как только стабилизируется фон, сразу же начну усредняться и обязательно вам об этом буду все рассказывать. Очень жалко тех людей, которые реально верили в продолжение роста проекта, такого как Steppen, токен GMT. Насколько вы помните, я вам всем советовал выходить, ну либо как минимум не прокачивать кроссовки. Вы же должны были это сами понимать. Пирамиды все так устроены, просто эта пирамида была слишком грамотно упакована и люди немного забылись. Начали прокачивать свои кроссовки, чтобы скажем в нем все больше и больше добывать собственно самого токена GMT. Это очень глупо. Я всем советовал, не нужно вкидывать в кроссовки. Лучше фиксируйте прибыль, пока есть такая возможность. Я знаю людей, которые зашли в GMT в первые дни листинга. Их профит достигал почти 4000%. И они держали эти токены, покупали кроссовки и продолжали их прокачивать. Но это же глупо. Любой тренд ломается. Особенно Play to Earn. Ну и собственно, как показывает практика, новая тема Move to Earn тоже очень быстро ломается. К тому же скам Terra Luna очень сильно поспособствовал уничтожению многих проектов. Коррекция у нас дошла до 80%, а я вам говорил то, что начну рассматривать данный актив именно тогда, когда он откатится хотя бы на 80%. Теперь данный токен можно рассматривать в покупке. Ну конечно же не на всю котлету, потому что неизвестно куда пойдет рынок. И если будет продолжать лить биткоин, GMT вслед за ним польется. А мы идем дальше. Одна из довольно интересных новостей, это то, что Tether выпустит новый стейблкоин с привязкой к мексиканскому PESA. Таким образом, компания вышла на латиноамериканский рынок. MXNT будет доступен на блокчейнах Ethereum, Tron и Polygon. Это уже четвертый стейблкоин Tether. Ранее компания выпустила такие монеты с привязкой к доллару USDT, евро, а также к юаню. И будет еще один стейблкоин к привязке к мексиканскому PESA. За прошлый год мы стали свидетелями роста использования криптовалют в странах Латинской Америки. Что ясно дало понять, что нам нужно расширить наши предложения. Сказал технический директор Tether. То, что Tether развивается, это не может не радовать. Мой любимый стейблкоин. Но помимо Tether, у меня еще есть BUSDT, а также DAI. Не забывайте про диверсификацию. Бывший гендиректор OnlyFans заявил о создании платформы ZOOP для торговли игровыми NFT-карточками с изображением знаменитостей. Команда ZOOP будет возглавляться основателем OnlyFans. Платформа будет запущена на полигон летом 2022 года. Она даст возможность собирать NFT-карточки с изображением знаменитостей. На самом деле, мне это очень сильно кое-что напоминает. Все, кто меня постоянно смотрит, знают, что я живу в Сеуле. И вот эта идея с карточками знаменитостей очень сильно развита в Южной Корее. И если вы ведете на корейском сайте K-pop Card, то увидите. Некоторые карточки довольно много стоят. Между прочим, 210 тысяч вон – это около 200 долларов. Бумажные карточки могут еще потягаться с новыми NFT-картами. Поэтому идея далеко не новая. Но если в Корее появится такая тема с NFT-карточками своих айдолов, то стоить они будут колоссальных денег. Поэтому нужно будет попробовать ухватить парочку NFT-шек. А если данная платформа выпустит еще и сам токен, то приобретению я однозначно рассмотрю данный актив. В принципе, на сегодня все. Покупаем биткоин, усредняемся. Ранее купленные активы держим. Всем желаю отличного настроения. А также хороших выходных. Много не пейте. Лучше вложить эти деньги в инвестиции. У меня на сегодня все. Всем до завтра! Субтитры подогнал «Симон»!